Привет всем моим любимым зрителям! В сегодняшнем видео я с вами поделюсь обновленным утренним и вечерним уходом. Я делала похожее видео летом, но в моем арсенале появились сейчас такие средства, о которых я очень хочу вам рассказать. Действительно очень достойные средства и то, как они работают вместе, ну, наверное, это один из самых лучших уходов за последние пару лет. Если вас заинтриговало, то давайте начинать. Давайте я вам напомню, что кожа у меня комбинированная, кожа у меня чувствительная, у нее очень быстро забиваются поры. Это, наверное, моя основная такая проблема. На всяком случае, это то, что требует постоянной и усердной работы. Поэтому в моем уходе нет каких-то случайных ингредиентов или случайных средств. Все очень тщательно подобрано. В первую очередь, обращая внимание на текстуру средств, мне очень важно, чтобы они дружили между собой и чтобы они не создавали еще больше проблем. То есть, если средство какое-то очень тяжелое, то чаще всего оно у меня будет вызывать еще больше каких-то высыпаний и проблем. Поэтому от таких средств я отказываюсь. Но также, конечно же, для меня важно, что находится в уходе именно в плане активных компонентов и как между собой эти компоненты будут работать. Давайте начнем именно с утреннего ухода. Я недавно в своем инстаграме показывала, что поэтапно и как я делаю. Но если вы смотрите меня давно, то знайте, что я утром не люблю использовать какие-то очищающие средства. Обычно я просто умываюсь и после этого прохожусь вот таким вот тоником от бренда Therese. Это очень известный бренд здесь в Америке. На самом деле, это такая для меня классика. Это то, что использую уже давно, на что я могу всегда рассчитывать. Очень мягкий, совершенно базовый очищающий тоник. Здесь в составе есть глицерин, есть алоэ и также непосредственно сам Witch Hazel или гамамелис ургенианский. Это очень классный ингредиент. Я о нем уже много раз говорила. Это то, что будет как раз таки тонизировать и очень хорошо влияет на сосуды. Поэтому такой тоник отлично убирает какие-то очень легкие загрязнения, при этом тонизирует кожу. Но поскольку в составе нет активных раздражающих компонентов, это то, что идеально подходит для утреннего очищения. После такого первичного очищения я всегда перехожу к еще одному тонику. Если вы опять же смотрите мой канал, то знаете, что я очень люблю тоники. У меня всегда их несколько. И мне кажется, что тоники, так же как и эссенции, в том числе и различные серумы, они отлично подходят для тех, у кого проблемная кожа. Имеется в виду, если у вас кожа не переносит каких-то плотных текстур. Потому что так вы сможете получить все необходимые вещества, но при этом не заработать себе еще больше закрытых комедонов. Так делаю я, для меня это отлично работает. Так вот, вот этот вот эссенция это просто находка. Это эссенция от бренда I'm From. Это тоже корейский бренд, но это корейский бренд более такого высокого уровня. Мне он напоминает чем-то продукты Pyunkang Yul. Здесь чистейшие составы, и они очень этим известны. И вот эта эссенция называется Magward Essence. Magward переводится как полынь. То есть это эссенция из полыни. Я была удивлена, когда я на самом деле купила это средство, потому что здесь находится один всего ингредиент. То есть вот эта эссенция это настойка полыни, которую настаивают на протяжении трех лет традиционными способами в Корее. И здесь кроме нее в составе нет ничего. Это конечно невероятно, насколько один рабочий ингредиент может менять всю картину полностью ухода. Я была действительно поражена. По текстуре немножко плотнее, чем обычный тоник, поэтому он собственно называется эссенция. Но при этом основные свойства полыни, которые используются уже много тысячелетий именно в Корее, так как активный ингредиент, это противовоспалительные, успокаивающие такие свойства. Очень часто настойка полыни используется кожей, которая страдает псориазом и в принципе сильнейшими какими-то аллергическими, в том числе и раздражениями. Поэтому я взяла это средство с той точки зрения, что мне нужно, особенно сейчас осенью и зимой, такой активный компонент, который будет действительно просто успокаивать кожу после перепадов температур, после различных активных кислот и адаполена, которым я буду говорить чуть позже. То есть это то, что будет успокаивать, обеззараживать, убирать какие-то воспаления. В общем, это вот по-настоящему замечательное средство. Расход у него достаточно маленький, если вы видите, я совсем немножко израсходовала, но я пользуюсь им каждый день. И здесь я его просто наношу на руки, никогда не наношу такие средства на спонж, имеется в виду на ватный диск, а именно просто на руки и распределяю ее по лицу. Мне кажется, так получается даже гораздо эффективнее. Здесь еще очень классная упаковка, потому что это стекло, оно действительно очень тяжелое. Поэтому я рекомендую вам присмотреться к этой эссенции, если у вас кожа раздраженная, чувствительная, если у вас проблемная кожа и вы хотите ее успокоить, особенно в холодное время года. И при этом, в принципе, у этого бренда действительно очень классные работающие и натуральные средства. Конечно, этот бренд не относится к, наверное, самым бюджетным, но при этом мне кажется, что если вот здесь, например, 160 мл, если это распределить на довольно большое количество времени, то получается достаточно бюджетно. Поэтому обратите обязательно внимание. Третьим очень важным этапом в моем утреннем уходе всегда являются антиоксиданты и то, что влияет очень хорошо на тон кожи. Я до сих пор планирую и уже на самом деле собираюсь снимать для вас видео об антиоксидантах, обещала вам сделать это давно. Хочу, чтобы вы понимали, зачем они нужны, что на самом деле это не бода, это не хайп, а у этого действительно есть научное обоснование. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы не хотите пропустить этого видео. Но самым известным, наверное, антиоксидантом, который мы знаем, это является витамин С. Сейчас я пользуюсь вот этим витамином С от CeraVe. На самом деле это их новинка, я очень давно хотела ее попробовать. Здесь витамин С именно в виде аскорбиновой кислоты и здесь ее 10%. Для меня это идеальная концентрация, потому что все, что выше 15%, 20-25%, ну очень сильно раздражает мою кожу. Поэтому 10% это как раз таки то, что нужно. В составе здесь есть немножко силиконов, здесь также есть и пантенол, то есть успокаивающий такой компонент, есть также гиалуроновая кислота и также, конечно же, есть три вида керамидов. Когда я выбирала это средство, в составе на седьмом месте я увидела спирт и меня это немножко, конечно, напрягло, потому что я не знала, как моя кожа будет на него реагировать. Обычно средства со спиртом именно в начале списка я просто даже не обращаю на них внимания и не покупаю. Но поскольку, опять же, спирт находится на седьмом месте, вот могу сказать 100%, что он не чувствуется и совершенно не пересушивает кожу. Поэтому, если вы думали купить это средство именно с точки зрения витамина С, то я очень вам его рекомендую. Текстура у него легчайшая, я думаю, что, в принципе, подойдет и тем, у кого жирная кожа, комбинированная, совершенно не забивает поры и при этом очень хорошо высветляет тон лица. Но в утреннем ходе, кроме вот этого витамина С, я еще использую второй антиоксидант. Я делала такую антиоксидантную бомбу. Я использую эти два средства вместе. Это средство The Ordinary, которое называется Росфератол 3%, Ферруловая кислота тоже 3%. Невероятно мощное средство. Я сделаю на него обзор отдельно. Но сейчас скажу, что оно немножко такое жирненькое по текстуре, просто за счет самих ингредиентов. Здесь нет жира в составе, поэтому я мешаю их вместе. Буквально каплю вот этого крема и две капли вот этого вот такого маслянистого что ли антиоксиданта. Работают они вместе замечательно. Я им даю немножко полежать так на лице, впитаться, поработать немножко. И после этого уже перехожу к следующему этапу. Иногда вместо комбинации аскорбиновой кислоты и Росфератол и Ферруловой кислоты, которую я показывала, я использую еще вот такую комбинацию средств именно утром с точки зрения антиоксидантов. В первую очередь это вот это вот средство, которое от бренда It's Skin. Это корейский бренд. Называется оно VC Effector 10. Вроде как это витамин С. Почему вроде как? Потому что здесь витамин С в его не кислой форме, причем эта форма достаточно малоизученная. Она не самоэффективна и находится на пятом месте. До этого там идет вода, там идет разные виды гликоля, глицерин. В общем это то, что имеет такой легкий увлажняющий эффект. При этом, конечно же, здесь будет немножко антиоксидантов, но я не могу сказать, что я в восторге от этой сыворотки. Поэтому для того, чтобы ее использовать и усилить ее действие, я добавляю еще ниацинамид и цинк. Сразу же скажу, что ниацинамид и цинк я добавляю всего две капли, вот буквально, не знаю, четверть, наверное, пипетки. И при этом вот так вместе они работают очень хорошо и утром. И как раз таки ниацинамид помогает немножко остановить излишнюю выработку себума, что для моей кожи очень важно. Ну и последний там в моем уходе, это либо сонозащитный крем, о которых я уже много раз говорила, не буду вам сегодня показывать свои любимые сонозащитные крема, либо очень тонкие какие-то эмульсии или лосьоны. Сегодня покажу вам вот это средство, это тоже находка, я знаю, что это один из самых популярных продуктов у этого бренда Etude House. На самом деле это очень бюджетный бренд, это средство называется Sun Jung, это их, по-моему, коллекция именно для суперчувствительной кожи. Я очень люблю такие базовые, рабочие, очень легкие по текстуре увлажняющие средства, которые будут просто слегка увлажнять, но не создавать, как я говорила, дополнительных проблем. Здесь в составе есть и глицерин, есть пропандиол, есть сквалайн, который очень хорошо будет тоже увлажнять кожу, также есть мадагазосит, который очень хорошо успокаивает кожу. В общем, это совершенно такая базовая эмульсия, которая для меня работает отлично, как последний этап утреннего ухода. Поэтому, если вы искали такое средство, которое будет просто увлажнять кожу, при этом не создавать такую толстую пленку, что ли, на лице, то вот обратите внимание на это средство, я знаю, что это средство действительно must have, его очень любят обладательницы жирной и комбинированной кожи. Если у вас кожа сухая, думаю, это вам будет недостаточно, особенно на холодное время года, но всем остальным вот базовое, абсолютно очень классное средство, которое, кстати, еще надолго хватает. Давайте переходить к вечернему уходу и сразу скажу, что у меня есть три основных варианта моего вечернего ухода, потому что я использую активные компоненты и использую их в разные дни. Итак, давайте начнем с самого базового вечернего ухода, тогда, когда я ничего суперактивного не использую. Начинаю я, как обычно, конечно же, с двойного очищения кожи, и сейчас использую вот это вот средство Giovanni. Это такой очищающий бальзам. Я второй раз использую это средство, первый раз думала, что его не повторю, но мне оно все-таки нравится. Оно немножко плотнее, чем известные средства, как, например, от Clean Balmett Hamish. Оно действительно очень такое плотное, и оно начинает работать не тогда, когда вы его на сухое лицо растираете, а тогда, когда на него попадает вода. Поэтому такое средство я очень люблю использовать в душе. Я наношу сначала на сухую кожу, растираю, оно так немножко расходится очень плотно по лицу, и после этого в душе просто его смываю, и смывает оно все очень замечательно. Мне жалко, ему никаких нет. Здесь есть еще активированный уголь, поэтому очень хорошо он убирает любые загрязнения. В принципе, все такие очищающие бальзамы работают одинаково, поэтому выбирайте тот, который вам нравится больше, который вам более доступен в вашей стране. Но в целом вот этот мне нравится. Если вы думали его покупать, то я очень рекомендую. Для второго этапа очищения я сейчас использую вот этот крем очищающий от бренда La Roche-Posay. Это невероятно классное средство. Я коротко о нем говорила в видео о витамине А, о ретиноле. Мне оно действительно очень сильно нравится. Здесь в составе, но уже на втором месте есть глицерин. Это очень хороший показатель, что средство будет не пересушивать вашу кожу, и не будет сильно пениться. Здесь также еще есть в составе ниацинамид и керамиды, но в принципе это то средство, которое не пенится, и очень деликатно снимает все загрязнения с кожи. Для меня это очень важно, потому что я использую активные компоненты, и в принципе считаю, что этот стандарт должен быть для всех. Все должны пользоваться средствами, которые не пенятся, потому что кожа наша страдает в первую очередь за того, как мы ее очищаем. Поэтому чем более мягким будет ваше очищение, тем лучше. Но если вы думали покупать это средство или нет, я очень вам рекомендую, потому что здесь, по-моему, да, 400 мл его хватит очень надолго, и при этом она подойдет и на лето, и на зиму, и совершенно на разные типы кожи. После такого очень мягкого очищения я обязательно пользуюсь каким-то дополнительным тоником. Но тоник в этом плане должен быть такой более, что ли, очищающий, да, то есть это не просто такая легкая эссенция увлажняющая, а то, что будет немножко все-таки очищать кожу. Потому что иногда, даже когда умываешься в душе, все равно остаются какие-то загрязнения, может быть вот по краю лица, да, где-то на шее, может быть у роста линий волос. Поэтому я всегда прохожусь еще вот таким ватным диском, обязательно по лицу, и сейчас использую для этого вот такой вот тоник от Pixie. Этот знаменитый тоник с ретинолом, я говорила также о нем в видео о витамине А, как такой начальный базовый тоник с ретинолом. Но вы должны понимать, что здесь на самом деле ретинол находится в середине списка. То есть он, по-моему, где-то 15 ингредиентом, здесь его очень мало, это не супер какое-то антивозрастное средство. И кроме того, здесь, например, витамина С в составе гораздо больше, чем ретинола. То есть это очень такое универсальное базовое средство, которое будет и увлажнять, здесь есть гиалуроновая кислота, и куча различных экстрактов, будет увлажнять, слегка очищать. Но это такое общее универсальное средство. Поэтому этот тоник я могу рекомендовать. Действительно очень неплохое универсальное средство, но будьте осторожны, если у вас кожа чувствительная к эфирным маслам. Это, в принципе, относится ко всему бренду Pixi. Я каждый раз, когда покупаю какие-то их средства, всегда обращаю на состав именно конкретного средства. Они используют очень много количества эфирных масел, которые, кстати говоря, больше раздражают чувствительную кожу, чем обычные какие-то химические, так сказать, отдушки. Особенно, когда дело касается цитрусовых эфирных масел, я обычно не покупаю какие-то средства именно с цитрусовыми эфирными маслами, потому что у меня есть такой опыт, да, негативный. Поэтому, если у вас тоже чувствительная кожа, то обязательно обращайте внимание, какое количество эфирных масел содержится в этих средствах. Но вот это средство, я думаю, что универсальное подойдет довольно многим. После тоника я всегда перехожу к сыворотке с очень легкой текстурой, и в те дни, когда я не использую активные ингредиенты, я интенсивно восстанавливаю свою кожу. Поэтому я сейчас использую вот эту вот эссенцию, эту сыворотку от Purita, которая называется Centella Green Level Buffett Serum. Мне она действительно очень нравится, потому что она настолько нейтральная, настолько мягкая, и именно направлена только на успокоение и легкое увлажнение кожи, что это то, что мне как раз нужно. Я говорила об этой сыворотке в летнем уходе, до сих пор продолжаю ей пользоваться. Ей здесь, по-моему, 60 мл, но ее очень надолго хватает. Она моментально впитывается, имеет такую легкую текстуру, совершенно имеет такой легкий аромат. В общем, всячески ее вам рекомендую. Именно она такой базовый, увлажняющий и успокаивающий уход. Ну и заканчиваю я свой вечерний базовый уход именно таким легким лосьоном, вот этим от CeraVe. Я его не первый раз показываю. Это уже моя вторая или третья, наверное, упаковка. Совершенно базовый, очень тонкий по текстуре средство, которое, опять же, не будет забивать поры. При этом в составе есть ниацинамид, есть несколько видов керамидов. То есть это то, что помогает между активными компонентами как раз-таки кожу восстанавливать. Не буду сегодня долго останавливаться на этом средстве. Вы знаете, что я его очень люблю и продолжаю его использовать, ну, практически каждый день. В своем вечернем уходе одним из самых эффективных компонентов три раза в неделю я использую адапален в виде мази диферина. Я говорила об этом, когда рассказывала о витамине А и рассказывала, делилась своим опытом использования диферина. Но в целом скажу, что это то, что помогает избавляться именно от закрытых комедонов. То есть это непосредственно лечебная мазь, которая борется с акне. Коротко скажу, что одна из основных проблем образования как раз-таки комедонов закрытых, это избыточная кератинизация кожи. Это, на самом деле, естественный такой процесс, когда наши кожи, клетки нашей кожи наслаиваются, то есть размножаются, создают вот эту вот плотность. Но вот когда их слишком много, когда происходит избыток, как раз-таки это и провоцирует образование комедонов. И вот такая вот мазь, то есть адапален непосредственно работает с избыточной кератинизацией кожи. Эту мазь диферин я использую достаточно давно, она действительно на мне очень хорошо работает, поэтому я пока не планирую прекращать ее использование. Но, как обычно, я сначала очищаю лицо с помощью сначала бальзама, потом очищающего геля от La Roche-Posay. После этого я наношу тоник пиксель для того, чтобы очистить какие-то остаточные загрязнения. После этого наношу сыворотку от Puritas Центелл Азиатской, для того, чтобы создать такую дополнительную подложку и барьер между адапаленом и кожей, потому что адапален очень мощное средство, и я всегда хочу дополнительно свою кожу защитить. После этого я наношу сам непосредственно адапален, даю ему хорошенько поработать. Но поскольку адапален это чистейший гель без каких-то дополнительных увлажняющих компонентов, после этого мне нужно всегда обязательно закрыть каким-то очень легким увлажняющим кремом. Сейчас я использую вот эту вот эмульсию, которую я уже показывала. Эта чьюльхаус у меня действительно очень легкая текстура, мне она этим очень нравится. При этом дает достаточное мне, во всяком случае, увлажнение. Но у всех кожа разная, поэтому если после диферины или какого-то другого активного в форме витамина А кожа у вас может быть слегка пересушена, то обратите внимание на более плотные крема. Ну и второй очень активный сейчас компонент в моем вечернем уходе это кислоты. Если вы опять же смотрите мой канал, то знаете, что я практически отказалась от всех очень активных кислот, потому что они достаточно сильно влияют на мою кожу, раздражают, и я понимаю, что мне это не так что ли сильно нужно. То есть очень легко можно с ними переборщить. Но я попробовала невероятное просто средство, которое мне порекомендовали, конечно же, мои подписчики, и я очень рада, что я это сделала. Я говорю о вот этом средстве от бренда Блиф, это тоже корейский бренд, но это такой больше что ли европизированный что ли корейский бренд, потому что он продается практически во всех магазинах в Америке, и грубо говоря, это маска, которая называется Padding Splash Mask. То есть это маска, которую вы брызгаете на лицо и по хлопающими движениями распределяете. Абсолютно невероятное средство. Я не буду переставать об этом говорить, потому что я в полном восторге. Здесь находится именно молочная кислота. На упаковке не было указано, сколько здесь молочной кислоты находится, но я в интернете нашла, что где-то 30%. То есть вы понимаете, да, какая-то серьезная концентрация, если, например, средства The Ordinary, в них есть 5 и 10% молочной кислоты. Честно вам сказать, я долго не могла понять, как же это средство нужно использовать. Потому что маска, которую нужно разбрызгивать по лицу и по хлопающими движениями распределять, звучит не очень стандартно. И тем более, когда это очень мощная кислота, мне не хотелось коже навредить, или, например, попасть в глаза, вызвать какое-то раздражение. В общем, первое время я слегка так побаивалась. По сути, есть два метода, как вы можете ее использовать. В первую очередь, вы можете развести один колпачок вот этой вот маски в 700 мл воды, теплой воды, и просто ей умываться. То есть буквально наносить ее на кожу и по хлопающим движениям в течение 15-20 секунд вот этот раствор наносить на кожу. Я пробовала делать так, мне такая система не очень понравилась. Это очень затратно по времени, и мне кажется, что она чуть менее эффективна. Второй вариант, который вы можете использовать, это наносить эту маску в душ. Как они рекомендуют делать именно производители? Вы наносите ее сначала в колпачок, выливаете в руку, там получается около 7 мл, по-моему. Вы наносите это на лицо, и пока душ направлен вам на лицо, он параллельно, как, грубо говоря, смывает эту маску. То есть вы ее наносите, поскольку она очень сильная, параллельно душем она смывается. Но я сделала немножко по-другому. Когда первый раз нанесла полностью в ладошку все содержимое колпачка, то этого получилось очень много. У меня руки достаточно маленькие, и половина, можно сказать, вылилась. Конечно, это очень жалко, потому что маска, опять же, не самая бюджетная. Я сделала так. Я налила половину колпачка на руки и по хлопающими движениями наносила просто на лицо в течение, наверное, 5 секунд. Потому что я не ждала, пока вода будет омывать мне лицо. Я буквально нанесла сначала маску на влажное лицо. Поскольку кожа влажная, маска вписывается моментально, то есть она проникает глубже. При этом там 30% молочной кислоты и сразу же чувствуется эффект. То есть начинает немножко пощибывать лицо. После вот таких 5 секунд я сразу же буквально ее полностью смываю и повторяю еще раз со второй, грубо говоря, половиной колпачка. Мне кажется, что так она работает эффективнее в два этапа, и я чувствую эффект моментально. Я давно не видела такого эффекта от использования кислот. Вы знаете, что молочная кислота моя любимая кислота из всех ячей кислот, потому что она очень мягко влияет, она очень деликатно влияет, отлично подходит для такого антивозрастного эффекта, когда нужно выровнять тон лица, выровнять текстуру и в принципе сделать кожу более в том числе увлажненной. Вы же, наверное, заметили, насколько мне понравилась эта маска. Я ее очень всем рекомендую, потому что она будет давать очень хорошее отшелушивание, и при этом у нее есть еще так же хорошие, очень балансирующие и очень такие заживляющие ингредиенты в составе. Кстати говоря, на упаковке указано, что ее можно использовать таким образом каждый день. Каждый день я ее, конечно, не использую, мне кажется, это будет немножко слишком, во всяком случае, для моей кожи, но при этом я использую где-то ее как минимум три раза в неделю как раз-таки в душе. И вот в те дни, когда я использую эту кислотную маску, я точно так же делаю двойное сначала очищение в душе, то есть сначала наношу бальзам от Giovanni, потом наношу крем для умывания от La Roche-Posay, после этого делаю процедуру с масками в душе, с этой маской, и после этого обязательно прохожусь очень классным моим любимым уже тоником эссенцией от I'm From. Как я и говорила раньше, это то, что будет как раз-таки очень хорошо успокаивать кожу. И после использования кислот или ретинола, или какого-то активного раздражающего компонента, вот этого средства просто мое стало очень большое спасение. В принципе, эта эссенция очень самодостаточная, у нее плотная текстура, и она хорошо в том числе увлажняет кожу, но вот иногда, после даже вот этой эссенции, я еще наношу дополнительную серум. А именно вот эта вот сыворотка от Cosrx, из их линейки AC Collection, я говорила об этой сыворотке, и я даже делала большой, очень обзор всей этой коллекции AC Collection, которая мне на самом деле очень понравилась. Сыворотки, как вы видите, осталось меньше половины, но я ее использую достаточно часто. Мне нравится она тем, что здесь есть неоцинамид, здесь 4% неоцинамина, это достаточно много, и также есть очень хороший вот этот успокаивающий комплекс с центеллоазиатской и мадагасасидом. Поэтому она работает в те моменты, когда нужно с одной стороны, именно что заживить какие-то, возможно, высыпания, и вот после использования кислот, опять же, успокоить и восстановить кожу. Она совершенно не липкая, она очень водянистая, моментально впитывается, в общем, очень действительно хорошая, такая базовая работающая сыворотка. Ну и последнее средство в моем уходе, в те дни, когда я использую активные кислоты, является вот такая вот эмульсия от Брэда Косерекс. Это тоже совершенно новое для меня средство, которое стало моим однозначным мастхэвом. Полностью оно называется Natural BHA Skin Returning Emulsion. То есть, это именно эмульсия, которая, опять же, имеет очень легкую текстуру, что для меня очень важно. Основа этой эмульсии, на самом деле, вода как раз-таки центеллоазиатской. Я постоянно продолжаю говорить об этих ингредиентах, я, наверное, вам уже надоела, но я знаю, что для меня он хорошо работает, и я стараюсь включать этот ингредиент во все средства, чтобы везде оно было, потому что, ну, действительно, очень хорошо успокаивает и очень хорошо восстанавливает мою кожу. Здесь, кроме этого, есть еще BHA кислоты, и здесь их 1%. 1% это не самая высокая концентрация, но, тем не менее, это та концентрация, которая позволяет вашей коже оставаться в хорошем состоянии. Это то, что дает именно поддерживающий эффект. Здесь также есть и масло чайного дерева, и по запаху это действительно чувствуется. И чайное дерево, как мы знаем, очень хорошо обеззараживает кожу, может иногда подсушивать, и здесь, кстати, есть тоже в составе спирт, но он совершенно не чувствуется. Поэтому, если вы думали купить это средство, и вам нужна легкая текстура, я очень его рекомендую. В сегодняшнем видео я попыталась вам довольно подробно рассказать, как я выстраиваю свой уход, чтобы вы могли это повторить в своем уходе. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо, что сегодня были со мной, ну, до встречи в новых видео. Пока-пока!